Погаши можно начинать. Сейчас, сейчас сяду, чтобы нет. Погаши. Поехали. Все? Угу. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Я хочу рассказать о том, как задумывался этот проект. Сначала занимаюсь боевыми искусствами. Я не осознавал того, что я делаю. Осознание того, как кинуться, пришло через 19 лет. После тренировок не у всех есть путь в 19 лет, чтобы пройти его и понять, как нужно тянуться. И только пройдя путь длиной 19 лет, я понял, как тянуться, почему все тянется безболезненно и результаты получаются очень серьезные. Проект задумал сначала, чтобы помочь людям с головными болями растягивать мышцы шеи или растягивать мышцы подколенной сухожилии. Ну, какие-то мышечные группы, которые подвергаются больше всего напряжению. Но оказалось, что растяжка, она потом будешь монтировать. Оказалось, что занимаясь только растяжкой, мы теряем целый пласт воздействия на тело, как физические нагрузки. Люди, которые начинают тянуться, они уже потом понимают, что они что-то делают, они уже не хотят заниматься физически. И пришлось вставить в проект работу с мышцами экстаковыми. Я не скажу, что накачивать мышцы, но работа поставлена так, что мы держим их в тонусе. Многие спрашивают, чем отличается от йоги. В йоге люди используют асаны, какие-то классические позы. Обязательно, если нужно, принимать их, и знать их, и стоять о них, и так далее. Я немножко подошел к нашему телу по-другому. Я разбил работу по поверхностям. Передние, внутренние, задние, наружные поверхности. И мышцы рук, мышцы шеи, мышцы нижней части спины, верхней части спины, так, чтобы было проще разбираться в том, что мы делаем. И стало понятнее людям. Мы работаем в отличие от других методик растяжки. В этой методике я пытаюсь, чтобы люди тянулись и на вдохе, и на выдохе. Это обязательно. Но я немножко отвлекся. Вообще, как пришла идея работы над этим проектом. Заходя в клуб, я очень часто вижу что, когда приходят новые люди, они не стараются попасть к инструктору, не смотрят, не подходят к инструктору с просьбой помочь. Потому что, если этот человек состоялся как личность, он финансово обеспечен, уже директор какой-то фирмы, у нее есть свой офис и так далее, он считает, что он все знает. И придя в фитнес-клуб, не хочется очень показывать свою несостоятельность. Это как одна из причин, почему люди не спрашивают. И начинается копирование того, что происходит в зале. Кто-то бегает, человек начинает пытаться бежать, копируя того, кто занимается. Кто-то таскает железо, занимается на тренажерах. Посмотрел, пошел тренироваться. Не понимая, что делаешь, невозможно контролировать то, что происходит. Поэтому я пытался объяснить в своем проекте, как контролировать мышцы, как контролировать свои возможности, как научить себя стать крепче и гибче. Не факт, что вы придете в фитнес-клуб, и там будет очень хороший тренер, который вас за руку поведет, расскажет все, и вы станете более образованы, более физически-культурны. Чаще всего это будет человек, который не понимает, что вы хотите. Он работает со своими какими-то задачами. Если он качался, он будет пытаться научить вас накачаться. Возможно, вам это не надо. Если этот человек занимается йогой, он будет вам доказывать, что йоги это очень классно. Может быть, вам это не надо. Кто-то занимается боевыми искусствами и будет говорить, что вам нужно научиться драться, а вы сидите за компьютером. Возможно, вам и это не надо. Вы должны научиться разбираться в том, что происходит. отсеивать ненужное и научиться воспринимать нужное. Стать таким скептиком. Увидели что-то, оценили, посмотрели на основе каких-то знаний, которые я хочу рассказать на основе своего опыта. И потом уже вам будет понятно, что да, вот здесь вот более-менее правильно, мне не навредит. А вот этот человек показывает, рассказывает, это идет вразрез со всеми принципами. Я не хочу этим заниматься, потому что мне потом будет плохо. По моей практике было так, что люди приходят, начинают бегать со скоростью 16-20 км в час, бегут одну-две минуты, потом уходят с дорожки. Это ни к чему не ведет. Было так, что поднимают очень тяжелые веса, не давая укрепить связочные аппараты. Через 2-3 месяца травмируют себя, идут на операции. Пытаются сесть на шпагат, у них не получается, они злятся. Качают пресс безрезультатно, качают спину безрезультатно. Был опыт работы, когда люди, занимаясь на тренировках у меня, стали себя намного лучше чувствовать, имея сильные проблемы с позвоночником. Межпозвонковые грыжи, они никуда не пропадают, но можно очень хорошо закачать спину. Если болят мышцы шеи, затекают, и начинаются сильные головные боли от того, что вы долго сидите за компьютером, или вы находитесь на какой-то руководящей работе, то та растяжка, которую я даю, через 3-4 месяца лучше заниматься и более длительное время, через год однозначно она приводит к тому, что боли головные пропадают, и люди выпрасывают таблетки, которыми они спасались от головных болей, потому что мышцы становятся эластичными. Вот суммируя свой опыт занятий и отзывы людей, которые приходят ко мне, тренируются, которые попали к нам в клуб и бывают на наших тренировках, нам с супругой захотелось сделать такой свой интернет-проект, чтобы обезопасить людей от каких-то фанатичных тренеров, чтобы сделать людей физически более культурными, чтобы дать людям здоровье в первую очередь, а все остальное, здоровье не купишь, его невозможно подарить, а все остальное на основе наших знаний, которые мы хотим вам отдать, вы уже попробуйте смоделировать сами свои тренировки, свои нагрузки, основываясь на тех видеоуроках, которые я даю. И это не панацея, я хочу обучить вас принципам, я не хочу вас научить, как делать от начала и до конца, я хочу, чтобы вы поняли принцип, как нагружаться, как растягиваться, как качать те или иные мышцы, как отдыхать, как научиться правильно бегать и почему мы худеем или, допустим, набираем вес. Вы это должны четко знать. Посмотря наш проект, вы будете это знать, занимаясь с нами вместе, вы будете чувствовать себя лучше, я думаю, по всем показателям. Спасибо большое. Спасибо.